Здравствуйте, дамы, господа и друзья! Добро пожаловать, учителя и друзья, в программу «Жить здоровый» с доктором Ду Вин Тил, которая транслируется в прямом эфире на моем канале YouTube под названием «Доктор Ду Вин Тил офишер» на канале YouTube. Я получил много вопросов о адонис весенний. Это ценное лекарственное растение. Вьетнамское название «Фук Хо Мо Суэн» или «Мат Чим Чи» английское название «Адонис Вернализ» или «Фисант Ай». французское название «Адонис де Принтамц», испанское название «Календулас Русское название «Адонис Весенний». Китайское название «Чунсе Чин Шан Хуа». Японское название «Наругава Мари Горудо». Траванистые многолетние – ценное лекарственное растение обладает успокаивающим, потогонным и противосудорожным свойствами. Траванистые многолетние – это ценное лекарственное растение обладает успокаивающим, потогонным и противосудорожным свойствами. Адонис Весенний – это латинизированное греческое имя Адониса, сына царя Кипра Кенариса и возлюбленного богини Афродиты. Адонис Весенний – это латинский видовое название «Верис» – «Везна Весенний». Указывает время цветения растения. Во время цветения на растении появляются цветы, имеющие насыщенный жёлтый цвет. Широко распространен в степной и лесосстепной зонах в европейской части России и в Западной Сибири. Растёт главным образом на разных травных степах, сухих склонах, известнях как опушках сосновых лесов и т.д. Численность горит света Весеннего сильно сократилась во многих регионах в связи с распашкой степей. Химический состав в траве Адониса Весеннего содержится более 25 сердечных гликозидов. 0,06 до 0,21%. Симмарин адонетоксин конского exploration. Симмарин адонетоксин d, Строфадогенин, три Ацетилтрофадогенин, Фукозисдрофантидина, Адонилит, Грекосистрофантидин, три Эпипериллогин. Также присутствуют flavonoиды Ориэтин, Гомоориэтин, Адонилвиринит, Витексин, Гомоадонилвиринит, Изоориентин, Многосилозидизоориентина, Вернолуизит, Кумарины, Вернолин. Дубинные вещества 1,25 до 4,58%. Онкалоиды 0,015 до 0,17%. Спирт, Адонит, Сапунины, Фитостерин, Витамин С, Органические кислоты 2,6, Диметоксихинон, Макро- и микроэлементы накапливает хром, молибден, марганец. Именно они являются наиболее действенными активными веществами здравы. Кроме того, в его составе есть фитостерин и сапунины. Терапевтическими эффектами обладает это зеленое растение, которое было собрано после цветения. Для сушки травы необходима температура не выше 60 градусов С, которую поддерживают в специальных шкафах. Также на основе Адониса весеннего изготавливают сухую вытяжку и различные настоины. Можно встретить это растение в составе таких лекарственных препаратов, как Адонизит, Адонисбром и другие. В медицине траву Адониса весеннего и препараты из него широко используют при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Неврозах сердца и как средства, успокаивающие центральную нервную систему. В соседании с Адонисбром применяют при повышенной нервной возбудисте ММС, бессоннице и эпилепсии. Зачет флавоноидных сочинений препараты из травы Адониса весеннего значительно усиливают диурез, полезные свойства Адониса. Препараты на основе Адониса весеннего обладают следующими лечебными эффектами. Сосудорасширяющий эффект Мочегонный эффект Успокоительный эффект Приведение в норму сердечного ритма Еще в древние времена Адонис использовали как лекарственные средства для лечения заболеваний сердца и почки. Кроме того, растение может помочь в работе сердца при его неврозах и при хронической недостаточности. В сочетании с эвромом Адонис используют как препараты для лечения эпилепсии, как успокоительное и нормализующие сон средства. Лекарственные компоненты, входящие в состав травы, обладают свойством расширяется сосуды, что улучшает поступление крови и различным органам. Эффективна терапия Адонисом на фоне пророка сердца При эмфиземе легких, при патологиях миокарда, при утеках удышки, связанной с нарушениями сердечной деятельности. Адонис позволяет устранять излишки жидкости, которые скраписываются в травнях при нарушении функционирования почек, при передозировании наркотическими средствами, Адонис позволяет уменьшить судорогие. Если средство будет принято во время, то это может спасти жизнь человека. Кроме того, лекарственные препараты на основе Адониса обладают противосудорожным эффектом, в случае, если они возникают на фоне приема пикротоксина и комфоры. Показания к применению Адониса заболевания сердца в ассоциации до компенсации. Адонис, обусловленная нарушениями сердечного ритма, неврозы различного генеза, в качестве успокоительного средства при перевозбуждении, очеки ног, болезни почек с водяной, воспаление почек, различные эффекции, нарушение сна, ладукома, эпилепсия. В аптеке можно приобрести готовые лекарственные средства на основе Адониса. Кроме того, можно в терапевтических целях воспользоваться водный настой травы. Утравление Адонисом Адонис весеней – это растение небезопасное. Оно относится к ядовитым, снильно действующим татровам. Применять его нужно правильно. В противном случае может быть разливиться сердечное отравление. Если случилась передозировка, то необходимо выплоднить целующее пыль. Промыть желудок карболеном. Принять слабительное средство на основе магнезии для пославления стула. Препараты, стимулирующие отрвоты, применять зинья. Вот нельзя. Рецепты с Адонисом. Настой. Взять столовую ложку травы, залить стаканом круглый... и выдержать на протяжении 3-4 часов. Принимать по столовой ложке 3 раза в день. Если требуется продолжительная терапия, то можно взять 2 столовые ложки Адониса на 0,2 литра кипятка. После того, как заваренная трава настоится, полученные средства нужно выпить за сутки небольшими порциями. Для лечения неврозов эффективен следующий рецепт. 1 часть Адониса, 3 части Крапивы, 2 части Валенрианты, 4 части Мелисы перемешать. Взять столовую ложку смесь трав и залить 0,2 литра кипяткана. Время выдержки 10 минут. Способ употребления 2 раза в день в количестве 50 мл за 1 раз. Для лечения водянки. Адонис, плюс березовые куски, плюс. На лечения водянки. Погнал «Подел歌» в следующем году. На лечения водянки, Адонис плюс березовые пучки плюс толокнянка плюс кулевой хвощ. Все компоненты берутся в размере столовой ложки, смешиваются и заливаются кипятком. После этого заварку ставят в духовой шкаф на небольшую температуру и выдерживают там 120 минут. Затем на протяжении 5 минут средства варят на небольшом огне. Употребляться нужно по столовой ложке каждый час. Рекомендации на время терапии. Отказ от потребления соли. Полноценный отдых. Прием ванны раз в два суток. Благодаря использованию этого средства удастся уменьшить отсеки, улучшить самочувствие, увеличить объем отделяемой жидкости. Для избавления от камней в мочевыводящих путях подходите следующий рецепт. Две части петрушки, одна часть адониса и пастущей сумки. По второй части ягод мужевельника, удуванчика, шальника, корни и толоконенки, листья. Все компоненты смешать на одну столовую ложку смеси потребуется 200 мл кипятка, которыми ее заливают и ставят на первую баню на 30 минут. Способ применения 2 или 3 раза в день в объеме 100 мл. Для избавления от боли в горле, ворсть семян адониса залить 0,2 литрами кипятка и проварить на протяжении 15 минут. После остывания добавить стакан липового меда, вновь довести до кипения и остудить, затем добавить еще 25 мл коньяка. Способ применения 1 раз в полчаса в размере 1 столовой ложки. Как более, в кишечнике приготовить смесь из одной отцы фенхелия, семена и адониса, травы. Добавить 2 части мяты и 3 части румашки с 2 частями коры, крушины. Способ применения 3 раза в день после еды. Для избавления от запоров 5 частей коры, крушины. 1 часть адониса, семена и 2 части фенхелия, плоды, с 2 частями бузины, цветы. Заварить 1 столовую ложку 0,2 литра кипятка и употребляться по 0,2 литра после приема пищи. Для снятия бронхоспазма у ребенка, череда, румашка, шабрец, фианка и семена адониса пропорций 5, 2, 2, 1, 1. Компоненты перемешать, взять столовую ложку сбора и залить 0,2 литра кипятка. Время настаивания 20 минут. Затем настой процедить, добавить в него сахар и принимать пересном, а также в перерывах между едой. Настой нельзя хранить. Кроме того, дозировка для ребенка должна строго соблюдаться, так как можно спровоцировать сильное отравление. Ниже представлены суточные дозы адониса. Дети младше 6 месяцев 0,03 грамм. Полгода до год 0,05 грамм. Дети после двух лет 0,1 грамм. 3 до 4 года 0,15 грамм. 5 до 6 лет 0,2 грамм. 7 до 9 лет 0,3 грамм. 10 до 14 лет 0,3 до 0,5 грамм. При терапии бронхиальной остемы применяют следующий рецепт. В одинаковых пропорциях нужно взять адониса, траву, фианку, дивесин, курень, тимян, траву, мац и мачеху. И поместить смесь в термос 2 точки. Залиться кипятком и объемом 500 мл. Выдержаться на протяжении часа. Применять нужно по 100 мл 3 раза в день на голодной желудок. Предварительный настой следует разогреть. Для лечения миозита траву адониса в размере столовой ложки. Заливают кипятком 0,2 литра. И настаивают час. Если беспокоятся мышечные и суставовые боли, то настой нужно принимать по столовой ложке 3 раза в сутки. От камней в желудочном пузюре подходит следующий рецепт. В равной пропорции нужно взять листья белой акации и траву адониса, добавить к ним репешок и мыльник до 2 части. Компоненты смешиваются, после чего столовая ложка смеси заваривается 500 мл. Кипятка и на протяжении 30 минут выдерживают на слабом огне. Принимают перед едой по 70 мл 3 раза в день. При изматывающем кашле заваривают чайную ложку адониса 0,1 мл. кипящей воды и выдерживают настой. 90 минут, после чего его соживают и принимают по столовой ложке 3 раза в день. Если у человека случаются судороги, то столовую ложку травы нужно залить 0,3 литра кипятка и настоять не менее 2 часа. После процеживания можно принимать по столовой ложке 3 раза в день. Хранению настой не подлежит. При бессоннице нужно зелень травы измельчить, залить водкой 1 к 10 и убрать в темное место на 14 дней. Принимать 3 раза в сутки по 20 капель. Противопоказания к применению адониса. Период выношивания плода. Угроза руки подышана. Пониженное давление. Оно не снижает давление. Склонность к тромбообразованию. АВБ сердца. Усиленное сердцебиение. Поделитесь знаниями и информацией о существующих в настоящее время раках. Особенно о профилактике рака и лении антинативной терапии. Для меня большая честь приветствовать вас, моих учителей и друзей, чтобы поддержать меня, нажав подписаться и поделиться видео для многих людей. Мы чрезвычайно благодарны и с нетерпением ждем вас, учителей и друзей. До свидания и увидимся снова.